О классификации животных в славянской народной зоологии. Сопоставительный анализ материала разных славянских традиций в его разнообразных формах и жанрах позволяет вычленить на языковом, морфологическом, акциональном уровнях ряд смыслоразличительных признаков животных как особых культурно-мифологических персонажей. Можно понять, из каких элементов выстраивается система традиционных славянских представлений о животном мире, выявить зоологический код языка культуры и его внутреннюю организацию. Для деления животных на большие группы или классы достаточен минимальный набор дифференцирующих признаков. Это локус, место обычного пребывания, языковая передача способа передвижения, а также единичность или немногочисленность с одной стороны и множественность с другой. Признак часто сопровождаемый другим, крупный и мелкий. Применяемые в комплексе, эти параметры дают возможность вычленить четыре основных класса животных. Звери, гады с подгруппой насекомых, птицы и рыбы. Звери чаще одиночные персонажи, наземные и, главным образом, крупные животные, типичные места обитания которых дикая природа, лес, поле, горы и зоны человеческого жилья для скота. И все они ходят. Гады, животные, связанные с своим местопребыванием с землей и подземным миром, и все без исключения ползают, в том числе и мышь, и рак, и насекомые, и даже летающие. Все они относятся к гадам. Птицы, существа, летающие в воздухе, но не ползающие, в отличие от крылатых гадов и насекомых. Представленные в народной культуре как собирательно, в разнородном или однородном множестве, так и единично, индивидуально. И, наконец, рыбы, которые выделяются по признакам обитания в воде и плаванию как способа передвижения. Помимо пучка признаков, выделяющих классы животных, имеются и другие отдельные признаки, также членящие весь этот зоологический континуум на большие группы персонажей, но по-иному, независимо от классов. Таково, например, деление всех животных на диких и домашних. К домашним, получающим отражение в традиционной славянской культуре, относятся сельскохозяйственные животные, скоты, домашняя птица. Из других птиц домашний голубь и очень редко певчие птицы, вроде канарейки, пчела и шелковичный червь из насекомых, а также кошка с собакой. В народной зоологии между дикими и домашними животными существует взаимная соотнесенность. Помимо наличия животных парных по этому признаку, вроде диких и домашних, одноименных голубя, гуся, утки, пчел или разноименных кабана и свиньи, зайца и кролика и так далее, дикие животные нередко и кодируются посредством домашних. Это лексические наименования, например, русские диалектные названия лося – дикая корова, степного хорька – дикая кошка, табуистические названия зайца у рыболов – лесной барашек, обозначение птичьей стаи или косяка – рыб как стада, польская пес – жемный хомяк, чешская кобилка или коник – кузнечик, болгарская сляпа – куча, животное – слепыш, сербско-хорватская – водяный биг, водяная ящерица и так далее. Подобная соотнесенность наблюдается не только в языке. Оппозиция дикий и домашний лежит в основе сюжетов некоторых сказок о животных, например, дикие гуси в гостях у домашних или волк и собака. Домашние животные – кошка и собака – часто фигурируют в паре, объединяясь по одним признакам и противопоставляясь по другим. Образуют символическую параллель паре диких зверей – медведю и волку. Так медведь выступает символическим аналогом кошки в восточнославянских сказках и в лужицких быличках, в которых черт, кекимора или водяной называют медведя большой или страшной кошкой. Во Владимирской губернии верили, что лешего, имеющего облик бесходства медведя, можно выманить или принести с собой в лес кошку и душить ее. Волка же в народных представлениях считали собакой лешего у русских и белорусов или собакой святых, святого Георгия у русских и боснийцев или святого Саввы у сербов. У южных славян известны дуалистические легенды о сотворении собаки богом, о волке дьяволом, а у восточных славян сходные рассказы о волке оборотне и собаке оборотне, то есть о людях, превращенных на определенный срок в этих животных путем колдовства. Но об этом уже Светлана Михайловна говорила о параллели волка-собака. Сходство обнаруживается также в оберегах от волка и от собаки при встрече с ним. Еще более распространено в традиционной культуре соотнесение насекомых со скотом. Подавляющее большинство животных персонажей разделяется по признаку мужской-женский. Исключения немногочисленны. Мужская или женская символика часто определяется грамматическим родом названия животного, но не всегда. Например, собака у русских или картица крот у болгар наделяются мужской символикой, а не женской. Птица гоголь, слово мужского рода, в смоленской свадебной песне символизирует невесту. Не щебечи гоголь, не люта зима, не плач гриппина, не лиха свекровь. Изредка этот признак поступает как переменный в отдельно взятой этнодиалектной традиции. Например, в закличке из-под ляси название божьей коровки «чубронка» или «чубрец» выбирается в зависимости от того, кто с ней гадает о замужестве, парень или девушка. Парень спрашивает «чубронка, чубронка, где моя жёнка?», а девушка «чубрец, чубрец, где мой молодец?». В результате меняется и символика божьей коровки. Женская или мужская зависит от пола гадающего. Многие персонажи парны по признаку мужской и женский. Соболь и куница, воробей и сова, муха и комар, рак и рыба, уши, змея в фольклорных текстах, кукушка и удот в поверьях, в том числе разнополые особи одного вида – голубь и голубка, петух и курица. Что касается признака пола, то он релевантен далеко не у всех животных персонажей и с делением их на мужских и женских не связан. Женский пол может быть выражен у женского образа животного и наоборот, или у животного вообще не наделённого ни мужской, ни женской символикой. Например, согласно польскому поверью, кукушка спаривается с самцом вороны, имеющей обычно женскую символику. В Екатеринославской губернии пол ящерицы определяли по её цвету. Зелёное – женского пола, а серое – мужского. Кроме того, признак пола не всегда является постоянным. Например, он может быть переменным у медведя. В одном из списков физиолога сказано, что он переменивает своё естество. Пол меняется у курицы, съевшей крошки освещенного пасхального кулича и от этого поющей петухом. А у пчёл релевантен признак бесполости, играющий важную роль в богородичной символике пчелы – мотив непорочного зачатия у пчёл. У многих животных персонажей релевантность пола вообще не отмечена, особенно у большинства птиц и практически у всех рыб и насекомых. В аксиологическом плане персонажи народной зоологии делятся на чистых, почитаемых, воспринимаемых как божественные и святые, и нечистых, дьявольских. К чистым относятся олень, медведь, пчела, божья коровка, голубь, ласточка, аист орёл, к нечистым – волк, заяц, осёл, змея, мышь, оса, воробей, филин, ворон, ястреб, сорока, угорь и другие. На основе локативной или генетической связи с землёй, с умершими предками, выделяется большая группа хтонических животных, к которым относятся не только змея и прочие гады, включая мышь и насекомых, но также некоторые звери – волк, ласка, крот, некоторые птицы, ворон, сова и другие. Хтонические животные образуют изофункциональные ряды в поверьях, приписывающих им роль покровителя скота. Размножению скота благопривятствуют присутствие хлеву ласки или ужа, закопанные в свинарнике живая черепаха, вывешенные в конюшни крот, сова или сорока и так далее. Далее, также в ритуалах вызывания дождя, убиения, иногда вывешивания или переворачивания жабы, ужа, гадюки, черепахи, медведки, паука, вши, блохи, рака, крота, ласки. В мотивировках нарушения правил придения – паук перепутает оставленную на прялке пряжу, мыши или волк нагадят в недопряденную кудель и так далее. В сфере социально-иерархической организации, приписываемой животным, выделяется ряд персонажей, имеющих главу, своего царя. Его имеют волки, змеи, лягушки, рыбы, птицы. Таковы, например, орел, как царь, на старший за птиц, старый хромой повелитель волков у южных славян, украинско-закарпатский годячий царь с блестящей короной, собирающий дважды в год змей на совет, жабий король с короной в великопольских поверьях, стерляжий царь, обитающий на дне реки Суры в Нижегородском придании, рыбий царь, ведущий рыб на нерест у сербов, царь-рыб, вершающий суд над ершами в украинской сказке, муравьиный царь в русском заговоре из Владимирской губернии. Другой ряд образуют животные, имеющие своего патрона, покровителя, хозяина. У волков – леший, святой Георгий или святой Николай, у пчел – богородицы или святые Зосима и Саватия, у коней – святые Флор и Лавр, у воробьев – черт, водяной или святой Семен, у рыб – рыбный пастух, водяной – апостол Петр или заведатель над рыбой Алексей – человек Божий. Большие и софункциональные ряды животных персонажей выделяются и по другим признакам. Так, в группу животных, увиденных или услышанных первый раз в году весной, объединяются все перелетные птицы, бабочки, лягушки и змеи, а к встречающимся в пути относятся практически все животные, за исключением насекомых, рыб и рака. Те и другие составляют мотивирующую базу широко распространенных примет. В ряд ритуально изгоняемых животных входят змеи, ящерицы, гусеницы, мыши, блохи, вши, клопы, тараканы, воробьи, коршун и некоторые другие. Вернемся теперь к классам животных персонажей. Кратко охарактеризуем их в целом и посмотрим, как группируются персонажи внутри этих классов. Звери в народной зоологии примерно соответствуют зверям или млекопитающим в научной биологической систематике. В основном все они выступают как самостоятельные, одиночные персонажи. Лишь скот и волки могут фигурировать собирательно, как стадо или стая. Образы зверей наиболее индивидуализированы. Каждый из них наделяется своей особой специфической символикой. Общность функций и символических значений наблюдается в подгруппе пушных зверей, основу которых составляют куньи во главе с лаской, как наиболее мифологизированным, многозначным их представителем. Это позволяет описать подгруппу пушных зверей в целом. Выделяется также скот, как особая группа домашних зверей, объединенных некоторыми сходными свойствами и функциями, прежде всего, применяемыми к ним общими ритуально-магическими действиями хозяйственного характера. Ряд сходных черт выделяет пару домашних зверей – собаку и кошку, и сопоставленную им пару диких зверей – волка и медведя. Некоторым зверям, в частности, кроту, волку, ласке и другим куньям свойственна хтоническая символика, роднящая их с гадами. К гадам, помимо присмыкающихся и земноводных, как мы их называем, относятся насекомые, мыши, змеевидные рыбы, угорь, вьюн и минога, и черви, заодно с гусеницами. Для наименования животных данного класса используются термины гады, щур, погонь, нечисть и их производные. Помимо языкового обозначения их способа передвижения, как ползания, у них имеется и ряд других общих признаков. В основном это нечистые животные, за исключением божьей коровки и полезных пчел и шелковичных червей. Некоторые из них, как змея или оса, являются творением дьявола. Большинство из них ядовиты, не только змея, но и жаба, ящерица, угорь, паук, бабочка. Гады наделяются демоническими свойствами. Кроме того, они опасны тем, что могут проникать внутрь человека. Такой способностью обладают почти все из них. Змея, лягушка, черепаха, ящерица, волосатик, бабочка и некоторые другие насекомые. По преимуществу это хтонические животные, обитающие в земле или созданные из земли, пыли, грязи, праха. Часто они, прежде всего змея, лягушка, ящерица, связаны с душой предка, пращура. Поэтому большинству гадов и насекомых присуща функция домашнего покровителя, объединяющая их с домовым. Она присутствует у змеи, лягушки, черепахи, крота, червя, сверчка, паука, черных тараканов, муравьев и других. Связь с мертвыми определяет и ритуально-магическое использование гадов и насекомых в обрядах вызывания дождя. Подгруппа насекомых внутри класса гадов выделяется на основе дополнительного признака мелкий, наряду с присущим им также признаком множественности, задающим символическое соотнесение насекомых с множеством однородных предметов. В шее блох с семенами льна, конопли, мака, монетами, мух с зерном и снежинками, пчел со звездами, искрами, песком, муравьев с опилками, каплями дождя, слезами и так далее. Кроме того, насекомые выделяются еще и своей скотией символикой, которая проявляется в их лексических названиях, типа божья коровка или сербская божья овчица, болгарская попова прасы медведка, русская конек или белорусская козел кузнечик, а также в гаданиях о приплоде того или иного скота по разным видам насекомых, в магическом использовании муравьев для размножения скота, в выборе масти скота по цвету букашки, найденной в рождественском сене, в загадках, в которых в шее блохи загадываются, как валы, овцы, бараны, поросята и так далее. Птицы характеризуются наиболее полным и отчетливым делением на чистых, добрых и нечистых злых. К нечистым относятся хищные и вредоносные. Все вороны, ворон, ворона, галка, грач, кроме них сорока, коршун, ястреб и ночные сова, сыч и филин, а также воробей, удот, гагара, утка, кулика, летучая мышь. К чистым причисляют голубя, ласточку, жаворонка, клеста, аиста, лебедя. Последовательно проводится у птицы деление на женские и мужские персонажи. Поэтому птичья символика активно используется в фольклоре для характеристики полувозрастного статуса и семейно-родственных отношений. Например, соколик – ласковое название юноши, а голубушка – женщины. Кукушка – символ одинокой безбрачной женщины, а сова – вдовы. В садебном фольклоре – жених, селезень, соловей, орел, а невеста – уточка, лебедь, тетерка, иволга и т.д. Птицы участвуют в создании сексуальной символики, которая проявляется в эротической семантике клюва и клевания, в птичьих названиях и птичьей символике гениталий. Степень индивидуализации у птиц меньше, чем у зверей, но больше, чем у гадов и рыб. Наиболее индивидуализированы, портретны, если можно так сказать, образы кукушки и аиста, занимающие центральное место в птичьей символике. Особое место среди птичьих персонажей занимает обобщенный образ маленькой птички, роль которой в разных локальных традициях исполняет то королек, то крапивник, то истребиная славка. Птицы, как обитатели верхней пространственной сферы, противостоят гадам, обитателям нижнего мира, что отражено в соответствующем их расположении на мировом древе в фольклорных и изобразительных сюжетах. Однако у птиц немало и общего с гадами, в частности, хтонизм, присущий черным воронам, ночным совам, черному дятлу и общие мифические места зимовья. Птицы также уходят в ирии, как и насекомые, а жаворнок и перепелка прячутся зимой в землю. Птицы особенно тесно связаны с календарным циклом. Их образ жизни и поведение являются факторами, организующими саму структуру народного календаря. С их появлением весной, первым криком, устройством гнез, брачным периодом, выведением птенцов, началом окончания пения связано огромное количество календарных примет и ритуальных действий. Своим прилетом они возвещают приход весны, а их отлет знаменует наступление осени. Птицы особенно выделяются среди других животных также своей акустической характеристикой. Практически всем им, включая и домашних, приписывается способность произносить словесные возгласы и целые высказывания. Вербальная передача птичьих криков составляет основу звукоподражательных текстов как особого малого жанра фольклора. Рыбы характеризуются принадлежностью к водной стихии, что определяет их символическую связь в приметах с влагой небесной дождем и влагой человеческой слезами. И использование в магических действиях, направленных против огненной стихии, например, на предотвращение пересыхания колодца. Холоднокровность рыб символически соотносится в приметах с морозом и стужей и используется в народной медицине для лечения горячки. Отсутствие голоса у рыб воспринимается как немота, а она, в свою очередь, как признак мира мертвых, играет существенную роль в представлениях о рыбах как душах, душах умерших и душах детей, еще не появившихся на свет. В народных поверьях и в фольклоре рыбы чаще представлены собирательно, и лишь некоторые их виды выступают самостоятельно, со своей собственной символикой, например, щука, камбала, ёрш, осетр, платва, карпа и некоторые другие. К рыбам народная традиция относит личинку лягушки, головастика, которая в некоторых украинских говорах называется цыганской рыбой, а в русских бык-рыба, а также имеет в диалектах общие названия с мелкими рыбками и отдельными видами рыб, с гальяном, галавлем, подкаменщиком и другими. К фантастическим рыбам относят и кита, представления о котором имеют книжное происхождение. Каковы же отличия народной классификации животных от их научной систематизации? Прежде всего, обе они различаются числом классов, а классы у них не вполне совпадают по составу. Например, насекомые в народной традиции слабо выделяются как особая группа, объединяясь в один класс с гадами. Кроме того, в народной зоологии классификационные рамки не жесткие. Свойства гадов отчасти присущи зверям, ласке и волку. Ласка совмещает признаки зверя и птица, ласточки. Летучая мышь занимает промежуточное положение между гадами и птицами. То воспринимается как птица, которая выводится из яйца у болгары и даже называется птичкой в орловских говорах. То считается гадом у восточных и западных славян, мышью или полумышью, полулягушкой. То выступает в фольклорных текстах как не то мышь, не то птица и называется у славянцев полуптицей и полумышью. Полтица, полумышь. Или пернатой лягушкой, перожаба. В народной зоологии наблюдается смешение и развлечение разных видов животных. Объединение в один персонаж ласки и горностая, змеи и безногой ящерицы, кукушки и ястреба как одной птицы с различным сезонным поведением. До Петра куе, по Петру курыбье. Иногда соединение двух животных в один образ имеет жанровую обусловленность, как зайка-горностайка в песенном фольклоре или гуси-лебеди в сказках. Даже части тела одного животного могут отождествляться с частями тела другого. Например, в поверьях о том, что барсук имеет собачью морду, а еж – свиную. Или что заяц имеет собачьи лапы, кошачью голову и ослиные уши. И наоборот. В ряде случаев можно видеть разделение одного вида на два разных персонажа со своей особой символикой, как курица и петух, гусеница и бабочка, головастик и лягушка. Персонажи народной зоологии могут менять облик. Одни виды животных могут превращаться в другие. Например, годовалая кукушка в ястреба, воробьи в зависимости от погоды в мышей, мышь, съевшая освещенную еду в летучую мышь, перезимовавшие под водой ласточки в лягушек, черви при определенных условиях в змей, а волчица в рысь. Наконец, народная классификация животных отличается наличием фантастических гибридных, заморозных существ, реально не существующих в природе. Например, ежа со свиной мордой и ежа с собачьей мордой у украинцев Житомирщина, змеи с петушинами, куриными и лиутинами лапами у сербов, невидимые птички, невидимки у белорусов, рыбы, поросшие мхом и целиком покрывающие дно озера у поляков, крылатых оленей у болгар. Здесь народная зоология смыкается и пересекается с народной демонологией. Животные, наделяемые демоническими свойствами, могут рассматриваться одновременно и как демонологический персонаж, и как персонаж животный, в том числе фантастический, вроде летающего змея. Персонажи, подобные белорусской росомахе, обитающей в воде голой женщине с распущенной косой, входят в разные парадигмы, с одной стороны, в ряд одноименных животных персонажей, объединенных общим зоологическим названием, а с другой – в узофункциональный ряд демонологических персонажей, в данном случае женских, сходных по функциям и внешнему облику с русалками. В целом, народная зоология представляет собой систему, пронизанную общими повторяющимися мотивами и функциями. Так, мотив происхождения из человека в результате наказания встречается применительно к самым разным животным. Функция появления вблизи человеческого жилья характерна практически для всех диких животных. В системе народной зоологии имеется определенный набор ролей, заполняемых в разных локальных традициях различными животными. Например, роль самой маленькой птички Трикстера, роль крупной хищной птицы, роль покровителя скота, роль вдовы и так далее. Персонажи неравноценны по своей значимости. Имеются ключевые персонажи, например, змея, волк, кукушка и другие, и персонажи периферийные, слабо вовлеченные в систему зоологических представлений, например, цапля, пеночка, окунь и так далее. Неравномерен и жанровый диапазон, соответствующий тому или иному персонажу. Их неравномерная представленность в разных формах и жанрах культуры. Так, символика стрекозы и божьей коровки представлена почти исключительно в их языковых наименований. Лисица – яркий популярный сказочный персонаж, но в других фольклорных жанрах, обрядах и в поверьях она отражена слабо. Ее собственная мифологическая символика весьма скудна. Ну вот, все. Спасибо. Продолжение следует...